Приветствую, друзья! Путинские войска потерпели крупнейшее поражение. За три дня украинские солдаты освободили большую территорию, чем Путин смог занять за четыре месяца. Захватчики отступали, бросая технику и людей. А сообщения, что Украина взяла под контроль все новые и новые населенные пункты, шли один за другим. У Министерства обороны и Генерального штаба несколько дней ушло на то, чтобы не разработать план «ответная операция», а придумать объяснение происходящему. Такое объяснение, чтобы не использовать слова «провал», «поражение» или «разгром». Ситуация на фронте была объявлена перегруппировкой войск в районах Балаклеи и Изюма. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Возможно, если бы Министерство обороны тратило время не на воровство и оправдание, а на подготовку войск, то и придумывать бы ничего не пришлось. Но, к счастью, глупости коррупции обьют путинский режим пуще химарсов. И в результате нас не покидало ощущение, что объяснение генералов очень похоже на фильм Захарова. Злые языки говорят, что господин Дракон потерял голову. А вы что говорите? Мы говорим, что Дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу ее же пожеланиям. При этом страна продолжала не замечать проблем на фронте. А если нет никаких на фронте проблем, то и информационную политику менять тоже нет смысла. Если у нас не поражение в битве, а перегруппировка войск, то и не надо отменять День города в Москве и прочие праздники. И вот в то время, как украинские войска берут один населенный пункт за другим, Путин и Собянин торжественно открывают самое большое в Европе колесо обозрения. А в Москве устраивают праздничный салют. Ну, видимо, по традиции, в честь освобождения городов Украины от фашистских захватчиков. С праздником, Москва! Салют в честь нашей любимой столицы! От такого несоответствия глаза лопаются даже у самых провластных патриотов. Они начинают говорить о предательстве. А Маргарита Симонян вспоминает, что русские украинцы – это один народ. Вероятно, на случай, если украинская армия дойдет и до московских гостин. Внезапно по-другому заговорил даже Кадыров. Я не стратег в том плане, в таком уровне, как Министерство обороны. Но были допущены ошибки. В общем, такого ощущения беспомощности, несогласованности, растерянности я не припомню давно. Войска рассыпаются, сторонники войны переругались. Путин, как обычно, в дни кризиса прячется и не знает, что сказать. В принципе, эта ситуация неудивительна. К ней все и шло. Вторжение в Украину – это набор политических, стратегических, кадровых, военных ошибок. Путин был уверен, что российские войска будут встречать в Украине с цветами. В реальности же цветами встречают украинских солдат, освобождающих свою страну. Совершенно непонятны цели этой войны для России. Сначала в качестве цели заявлялась деноцификация. Ну что это вообще? Что считать критерием деноцификации? Непонятно, нет ответа. Затем говорилось о защите населения Донбасса. От кого защита? Что в это понятие входит? Как эту защиту обеспечить? Считается ли полное уничтожение гражданской инфраструктуры Донбасса защитой населения? А убийство части населения – это защита? Снова нет ответа. Говорилось о создании сухопутного коридора в Приднестровье, но говорилось как-то нерешительно и неофициально. Так это цель или нет? Целью, по-видимому, на самом деле является противодействие НАТО. Ну уж как-то очень далеко зашли. Да и результаты неочевидны. А с Финляндией и Швецией вообще как-то неудобненько вышло. Если цели непонятны никому, включая разведку и высшее руководство, то и достичь их нельзя. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо. Цели непонятны, стратегическое целеполагание отсутствует, но повоевать хочется. И вот тут на сцену выходит генералиссимус от пиара и главный пожарник Шойгу. Российская армия при министре Шойгу очень много сил тратит на собственный пиар. И очень много денег на недвижимость. Поэтому до боеспособности армии руки уже как-то не доходят. Так, это у нас трофейный Т-80 БВМ. Снято со сна У. Вот то, о чем я говорил. Вот динамическая защита. А там резина. И все. Круто, да? Хорошо же, наверное, защищает. А ведь еще сколько времени надо, чтобы организовать Путину рыбалку, поездку в тайгу, встречу с шаманом. Вот и получается, что российская армия это не современная мобильная боеспособная технологическая структура, а просто видимость, картинка, рекламный буклет вместо реальности. И сейчас этот рекламный буклет переживает встречу с настоящей армией. С армией меньшей по размеру, с меньшим финансированием, с меньшим количеством оружия и боеприпасов, но зато с большей выучкой, с лучшим боевым духом и с более профессиональным командованием. И естественно, что российский военный рекламный буклет начинает трещать по швам и осыпаться. Большие потери личного состава и техники, проблемы с логистикой, невозможность противостоять современному вооружению, нехватка солдат, очевидная бездарность командования и в результате поражение, сравнимое с Цусимской битвой в русско-японскую войну. Важнейшим элементом путинской пропаганды всегда была армия. Да, мол, с экономикой не очень, права человека нарушаются, вокруг коррупции и беспредел, уровень жизни падает, зато армию возродили. Мы можем с полной уверенностью сказать, что наша армия не просто возродилась, мы создали новую армию, появились новые совершенно подразделения. И вот выясняется, что нет, не возродили. Армия недоукомплектована, плохо обучена, вооружена устаревшими образцами оружия. Выясняется, что кардинальные улучшения, если и произошли, то только в части обеспечения недвижимостью руководства армии Ростеха. Что армия не готова не только к войне с НАТО, но даже к региональному масштабу операции. Путин любит хвастаться мощью вооруженных сил России и угрожать тому самому Западу. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь, пусть попробуют. Ну, в реальности украинская армия плюс два десятка химарсов, сотни гаубиц и данные американской разведки. И этого достаточно, чтобы нанести путинской армии очевидное поражение. Мы привыкли оценивать путинские достижения с либерально-демократической системы координат. Отсутствие прав и свобод, проблемы с экономическим ростом, низкий уровень жизни, коррупция и несменяемость власти. Но даже если встать на позицию трижды патриота, то чего достиг Путин? Россию выкинули из международных организаций. Международная поддержка свелась к нескольким странам-изгоям. Россиян не пускают в Европу. Международные компании ушли из страны, оставив россиян с покрытыми плесенью, бургерами и подделкой под западные бренды. И ради чего все это? Ради чего терпеть бытовые лишения, собирать мебель из запасов с распродажей в Икеа? Ради гордости за сильную страну и армию? Ребята, нет сильной страны, нет сильной армии. Путин объявил войну всему миру. И в рамках этой геополитической стратегии начал войну с Украиной. Подразумевалось, что, мол, захватим Украину за три дня и дальше будем торговаться с Западом с позицией силы. Где эта сила? Путин сел за великую шахматную доску. Разыгрывать большую геополитическую партию в рамках этой партии Украине отводилась роль разменной фигуры – пешки, съев которую предполагалось переходить к основной борьбе с НАТО. Но даже в своей выдуманной, безумной, никому не нужной игре Путин не может съесть эту самую пешку. Пешка оказывается сильнее его. Пешка контратакует, отвоевывает территорию и не собирается сдаваться. Более того, пешка демонстрирует всему миру и прежде всего российскому населению всю бездарность Путина и непрофессионализм его прислуги. Российская армия терпит тяжелое поражение. Что в этот момент делает верховный главнокомандующий? Едет на фронт, чтобы поднять боевой дух солдат? Меняет несправляющееся командование? Обращается к населению? Нет. Он открывает колесо обозрения на дне города. Самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше было лондонское метро. Да, ну вот с сегодняшнего дня Лондон уже теперь на втором месте. Сегодня открываем. С самого начала войны я говорил, что Путин допустил серьезнейшую ошибку и ускорил момент смены власти. Это так. Однако даже такое показательное военное поражение, как сейчас терпит российская армия на Харьковском направлении, не означает мгновенные перемены. Даже после Цусимы прошло 12 лет до революции. Сейчас время идет быстрее, однако перемены не происходят моментально. Военное поражение не означает автоматической смены власти. Путин будет отвечать. Собственно, он уже отвечает. Разгромили на поле боя, мы ударим по гражданской инфраструктуре. Путин будет мстить. Будет мстить украинцам за мужество и военные победы, нанося удар по мирным жителям. Будет мстить российским гражданам и оппозиции за то, что они стали свидетелями его унижения. Мстить он может. Выиграть уже нет. И чем раньше Путин уйдет, чем раньше закончится эта война, тем меньше невинных людей пострадает. Тем меньшим позором себя покроет наша страна и наша армия. Ну а чем эта война закончится? После Харьковского наступления украинской армии, очевидно, уже всем. Счастливо. Продолжение следует.